Девушки отдыхают Вот я люблю такой жанр Идем посмотрим на баннер Мы идем вот на вот этот вот фильм Который называется «Стоемность жития Уолтера Митти» По-русски я видел перевод Называется «Что-то невообразимое, жизнь какая-то там неповторимая» Вот я не помню, что-то в этом роде Или «Необыкновенная жизнь Уолтера Митти» В общем, не любишь? Ты че, он прикольный, у него классная комедия Мне нравится Он режиссер этого фильма И он же главный герой И говорят, что это что-то очень похожее на «Коррест Гамп» Да, ну-ка-ка «Коррест Гамп» И еще помнишь, что было «Рэд Эм Питтам» Тоже какая-то «Необыкновенная жизнь» «Бензим и на Барк» Да-да-да-да-да-да-да Вот я думаю, это приблизительно тот же самый жанр Тоже вот какая-то «Таемная жизнь» Волтера Митти И все они вот такие похожие даже названия дают своим фильмам Ключевая музыка, какая-то такая сказка. Ну вы оцениваете. Да, мы посмотрим и скажем честно, стоит идти на этот фильм или не стоит. Так, мы закончили просмотр нового фильма «Тайна жизни» Уолтера Митти, насколько я помню. Какие у тебя впечатления? А мне понравилось очень. Из того, что мы смотрели с тобой, это самый лучший фильм. Нет, ничего здесь из того, что мы смотрели. Ты не сравнивай с этим. Хорошо, нет. Вообще, просто. Из всего, что ты смотрела в жизни. Ну и все, нет. Так нельзя сравнивать. Есть намного лучше фильмы. Но этот фильм хороший, реально хороший. Мне понравилась сама история, потому что реально в жизни иногда ты переживаешь такую ситуацию, когда ты не сказал то, что ты думаешь, а потом ты переживаешь эту кустрацию. Как бы ты в этой ситуации поступил, чтобы ты сказал своему руководителю, либо человеку, который тебя обидел в этой ситуации. Да, и вот он же главный герой, он это все переживает. Я поясню, там главный герой просто часто подвисает. Он такой, как бы в каких-то ситуациях, просто так, и начинается у него какое-то воображение идти в голове. Как бы он хотел бы, чтобы произошло сейчас, но в реале он этого не делает. Вообще, в целом, какие впечатления? Не, мне понравилась история, что человек все-таки переборол себя, и вот он получил эти впечатления, эмоции. Он изменился, стал другим человеком, и в итоге он получил то, что хотел. Сама история очень тоже мне понравилась. И мне понравилась съемка, очень красиво. Там Белландия, вот этот Тибет. Это все очень, ну, то есть красивые виды. Еще момент, мне понравился фотограф, который там был. Кстати, да, фильм для фотографов. Да, я так хотела сказать, что у меня очень много друзей, которые либо профессионально этим занимаются, либо просто увлекаются. Там, по сути, фильм вокруг одной фотографии крутится, и вы не знаете, что это будет за фотография, и такой, как бы, интерес. Ну, не скажи, не скажи. Интерес, не, ну, неважно. Ну, попробуйте угадать, что это будет за фотография. Ну, просто суть в том, что на самом конце вы увидите фотографию, вокруг которой, собственно, вся история закручена. Я хочу сказать, что, в принципе, ожидал я большего от фильма. Ты не понравился? Потому что я не скажу, что мне не понравился. Я не могу, знаете, мне сейчас сложно описывать свои впечатления, потому что легко, когда тебе очень понравился фильм, легко, когда тебе фильм не понравился высказать все очень. А здесь такие достаточно ровные впечатления. Ну, как бы, вот, нормально, ну, нормально, хочется сказать, в первую очередь. Но, почему я немножко разочарован, потому что фильм сравнивался с Форест Гампом. Ну, извини, да Форест Гамп, а тут как доумие. Нет, я не сравнивала ничем. На рекламе, на постерах написано, что это, вот, похожая история с Форест Гампом. А я ничего не видала, поэтому у меня не было ожиданий. А я тебе рассказал перед началом фильмов. Но все равно у меня не было ожиданий. Вот, и тоже сравнивался с Бенджамином Баттоном. Кстати, в фильме тоже есть упоминание этого фильма, такой в шуточной форме. Но суть в том, что и Бенджамин Баттон, и Форест Гамп, конечно, мне намного больше понравился, чем этот фильм. Я бы их не ставил все-таки в одну линейку. Они очень разные на самом деле. Этот фильм подается как нечто подобное, но я бы не сказал, что это похожее. Да, конечно, немножко есть. Самое интересное для меня это были как раз моменты путешествий. Потому что вначале, когда начинается дозавязка, кажется, что фильм немножко скучноват. А потом, когда начинается экшен, когда он там начинает путешествовать, ну, достаточно действительно красиво, так интересно, весело. То есть съемка красивая, смех, виды красивые. Нет, снятки красивые, и, конечно, актер реабилитировался для меня на самом деле. Ну, еще жанр фильма указан как комедия, но вы не ожидаете, что это какой-то вот такой решачный фильм, где все валяются. Как бы понятно, что его не назовешь никак иначе. То есть не драма это, не бриллер, не боевик. Это комедия, но она не такая вот, чтобы прям валяться и смеяться. Просто такое доброе, веселое кино, что ли, такое немножечко волшебство какое-то. Хотя нет, там вот нет никакого, знаете, магии, волшебства. Я думал, что будет что-то такое. Это мистика. Мистика тоже ожидала. Все как бы построено достаточно реально. То есть нету никаких вот выдуманных таких вещей. Хотя в целом, конечно, все это напоминает немножко сказку. Ну, все очень позитивно. Позитивный фильм, да. В общем, ты будешь советовать своим друзьям? Да, я рекомендую. Почему? Фоторопы обязательно должны все посмотреть. Я не буду прямо устраивать, сказать, ребята, это у нас все, это нужно обязательно видеть. Этого я сказать не могу. Но и не скажу, что ни в коем случае не ходите. То есть фильм абсолютно неплохой. Можно сходить, можно не сходить. Дело такое. Неплохой фильмец. Для всех. Реально для любого категории, любого возраста. Да. Какой ненапряжный, абсолютно ненапряжный. Нет никакой пошлости, нет никакой грязи, вообще ничего нету такого, от чего можно покраснеть. Семейный фильм. Вот такие вот впечатления. В общем, спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok